Доброе утро, снег. Я Киросу уже на завтрак подготовила. Еще она не просыпается. Подготовила лавашик с сулугуни и чаек. Плюс еще йогурт. Я тебя слышу, у тебя вот еда. Иди ешь. Я его прекрасно слышу, я не хочу отвечать на него. Подъем, зайчонок. Давай, я тогда уже завтрак подогреваю, хорошо? Давай. Снег, собирай чемоданы. И вот такой вот завтрак. Вы знаете, что здесь. Все, пошли собираться на улочку. Пойдем, да? Котенька, пожалуйста, просыпайся. Просыпайся уже, все, завтрак на столе. Отстань уже. А мышка сегодня с утра уже бегала тут в колесе. А, нет, ее тут нету. Короче, она уже бегала в колесе, ее снег немножко отвлек. Но сегодня должна приехать еще вторая тарелка. Маленький, накричала на тебя. Накричала на тебя. Выгнула тебя. Боже мой, кошмар какой-то. Ты ее будил, так она тебя прогнала. Но она вообще по утрам очень злюка большая, поэтому удобечко. Маленький мой хороший. Да, 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 да. Да, мой сладкий, да, она тебя обидела, обидела. Как она могла тебя обидеть? Бози, Бози. Бози, Бози, мой малыш. Ну, пойдем сейчас гулять. Такой обиженный, такой обидчивый ребенок. Бози, кошмар какой. Очень обидчивый. На меня сегодня, кроме тарелки и прочих неприятностей, еще ждет покраска. Надеюсь, там не оставили краску. Я просила вчера, чтобы мне оставили краску, чтобы мне оставили перчатки. И чтобы я сейчас быстро все это начала делать, пока утро, чтобы к вечеру оно уже все максимально подсохло. Короче, там краска сохнет от 5 до 8 часов. Поэтому надо максимально все успеть. Я пошла собираться с собакой. Прогулка наша была быстрая. Потому что встретились утробайта. Он не погулял, и мы не погуляли. Провожаем Киру. Все ждем и провожаем Киру. А где снег? А кто-то видел снега? А где снег? А, господи, снег спит на балконе. Ну, конечно, там ему хорошо, тепло. Я окошко закрыла, тут на балконе вообще жара сейчас. Вот скажи, пожалуйста, снег, что ты от меня хочешь? Стоит и мяткает. Все. Ты красотка. Я сейчас тоже быстро начинала собираться, потому что мне надо идти красить. Так что давай. Счастливой тебе дороги. Удачной тебе учебы. Книжки взяла? Да. Все взяла. Люблю, целую и пока. У нас сегодня 16-е, и у нас сегодня понедельник. Идем, снег. Не хочешь, все, отойди в сраку. Квартиру привела в порядок. Все чистенько, все аккуратненько. Снег что-то хочет. Я пока помыла голову, она немножко подсыхает. Пойду покрашу. Думаю, как раз два этажа она подсохнет. Дальше я сушусь и снова иду красить. Я сегодня одна, поэтому хочу закончить до обеда. Надеюсь, я успею. Закончила максимально быстро. Почему? Потому что купили вчера маленькую банку краски. Этой маленькой банки хватило буквально на два пролета. Остальное мы развели. Кстати, ко мне на помощь пришла еще одна соседка, поэтому мы максимально быстро все сделали. Но, грубо говоря, мы покрасили только два этажа нормально. Все остальное мы развели растворителем, который разводит масляную краску. И она стала матовая. И все остальные этажи, получается, одна сторона глянцевая, вторая сторона матовая. Короче, бесполезно все это сделали. И то до первого этажа они смогли покрасить, потому что даже разведенной краски не хватило. Плюс валики из-за того, что уже много раз ими красили, они задубевшие. Краска плохо берется. В итоге мы закончили всю эту работу. Сказали, купите нам нормально краски. Мы нормально сделаем. С нормальными валиками все аккуратно покрасим. Потому что выхода никакого нет. Также мне сегодня написали комментарии по поводу... Как вы можете, так со снегом отдавать его траля-ля тополя. Купите себе беруши и спите. Я-то себе беруши могу купить, но мне они не нужны. Он будет не меня тоже. Он будет соседей. Он же не просто мяу-мяу делает. Он орет на всю квартиру. Если снег мявкает, его слышно на первом этаже. Его слышно пятому, четвертому, третьему, второму и первому этажу. Понимаете? И поэтому я встаю ночью, чтобы он не только меня не будил, чтобы он еще и соседей не будил. Он-то их тоже будил. Он орет, как ненормально, чтобы его выпустили. Мне нужно тогда и соседям тоже купить. Я сказала, что если зимой такая же фигня будет продолжаться, и он точно так же будет проситься на улицу, то поедет он в Ирпень. И можете меня судить, можете меня ненавидеть, можете меня обсуждать. Все что угодно можете делать, но простите, пожалуйста, я тоже человек, и я хочу нормально существовать. Я реально хочу нормально жить. Все было бы хорошо. Да, моя ошибка была его начать выпускать. Но уж как есть. Он такой кот. Он не просто котик миленький. Он не миленький кот. И то, что я вам рассказываю, возможно, вам это кажется, боже, как ты можешь. Если бы пожить в этой во всей суете со снегом, то, я же говорю, его через два дня бы мне уже его вернули. Вот, поэтому снег сейчас на коротком поводке. В плане того, что если придет зима, и он действительно будет вот так точно так же тусить, то поедет жить в Ирпень. Я зимой не буду выходить в 4, в 3, в 5 утра, чтобы его выпустить. Я хочу отдыхать. Короче, все, я побежала на... На, 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 на куда? На новую почту за тарелкой. Готова. И он готов. Мы идем. Вот эта вещь, за которой я вчера гонялась по всем зоомагазинам и пришлось ее заказывать через интернет. Проверила. Клевая. Надеюсь, машинку понравится. Сейчас я вам покажу, что получилось. Здесь вот вообще не хватит... Боже, я уже не помню, где ходить под стенкой. Здесь вообще не хватило краски. Здесь не хватило краски. Видите, какая она глянцевая и красивая. Вот тут вот мы уже покрасили. Видите, какой цвет матовый. Из-за того, что краска была разведена и получилось вообще, черти что, и сбоку бантик. Здесь одно, здесь другое. Хотя здесь покрашено. Видите, какой матовый цвет? Вообще не прикольно. Здесь тоже разведенная краска. И здесь. Смотрите, что здесь уже кто-то походил. Хотя написали, блин, не ходить. Ну, ёптель-моптель, вообще. И вот здесь вот разведенная. А вот здесь вот краска нормальная. И получается, что вот тут все а-ля нормально. Это еще не высохло, это уже высохло. Вот такая вот история. По-моему, сегодняшняя покраска была абсолютно бесполезной. Абсолютно. А я купила голубцы приготовить на вечер. Ой, вернее, фаршированный перчик. И сейчас давайте поставим мышонку. Беговое колесо. Давайте будем смотреть, что у нас получится. Так. Мышка. 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 Это рабочая. Главное, чтобы эта штука поместилась. О, правда. Она очень классная. Я не знаю, почему их в магазинах нету. Но она реально очень классная. Посмотрите. И все. Главное, чтобы крутилась хорошо. Опять же таки, от веса мышонка, чтобы все получалось. Вот такая вот история выходит. Видите, сколько у него теперь тут колес. У него тут теперь целый парк аттракционов. Выбирай любое. Мне интересно, как он будет на этом бегать. И будет ли вообще бегать. Главное, чтобы она еще была устойчивая. Ну, вроде бы хорошо. Смотря какой ему понравится. В общем, все. Диснейленд у мышонка готов. Теперь дождаться, пока он вылезет, и посмотреть, понравится ему или нет. А я пошла готовить перчик. Опа, опа, опа. А ну давай попробуй. Малыш, ну попробуй. Масик, ну давай. Колесо, конечно, классно. Но попробуй еще другое. Мне интересно, как ты будешь на этом бегать. Это ж тоже очень интересно. Подойдет ли оно вообще тебе? М? Мышка, давай. Рискни. Что-то новенькое. Ну-ну-ну. Смотри, да, что-то новое, что-то интересное. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Ольга, чудо-юдо. Пока рискнет туда залезть. Хочется посмотреть, получится ли у него. Толants khut. Ну-ка. Толants стрелка. Ну-ка. Да. Ну-ка. Все-как. Ну-ка. Толant. Страшne. Толи. Перебирает свои Смотрите, смотрите Что делается Переносит с места на место Всю свою еду Снова переносит Вот занятие О, да, о, да Все, закопал, зарыл Это потому, что, наверное, новая вещь Стоит в клетке И теперь он снова все переносит С места на место А вдруг, значит, заберет Он же не знает Поэтому он контролирует все свои Запасы на зиму Такой запасливый Все, все, все Все туда переносит Видите, он здесь позарывал И теперь сюда все переносит Ладно, занимайся Ребята, пока буду мыть посуду С вами немножко поговорю по поводу кота Потому что очень большой пошел Наплыв комментариев, что Я такая плохая Ну, я согласна с тем, что я плохая Я не буду вас отговаривать Но расскажу вам вообще историю Историю всего происхождения снега Снега я нашла на улице маленьким котенком Я его спасла Он прожил какое-то время в квартире Потом он начал проситься на улицу Он начал сам проситься на улицу Потому что собаки туда ходили И он хотел вместе с ними ходить Я его начала выпускать на коридор Но ему стало мало коридора И он вышел на улицу Я не могла его держать в квартире постоянно Потому что он просто требовал Чтобы его выпустили Точно так же, как он сейчас требует Чтобы его выпустили Точно так же он и раньше требовал Теперь он начал гулять на улице Я его хочу отдать не в чужие руки Я его хочу отдать к своей маме В частный сектор Где он будет ловить мышей При том, что он ловит мышей И он приносит мне их сюда Домой под мою дверь Он ловит голубей Он приносит мне домой под мою дверь Он ловит разных птичек, мошек Он ловит это все У него хищная порода И у него порода вольная Он хочет гулять Он приходит домой Как мне написали тебе Что лень банально его выпускать на улицу Ребят, но это не банально выпускать на улицу Это, простите, пожалуйста Я уже много раз показывала Он заходит домой На буквально 2-3 минуты Покушал и снова стоит под дверями Если бы это был частный дом у меня Не было бы вообще никаких проблем Я ему дверь открыла И он пошел И гуляет, и наслаждается И приходит домой кушать Сейчас я хочу его отдать В частный дом к своей маме Где он будет выходить Тогда, когда хочет Гулять, где хочет У него там будет подруга, кошка С которой он будет ловить мышей Птиц и так далее Где его будут любить Холить и лелеять Я его отдаю не в чужие руки Он знает хорошо мою маму Он знает хорошо бабушку Он превосходно с ними ладит И ему там будет намного лучше Почему вы сразу пишете Что я плохая Я его отдаю Почему вы не пишете Так круто Снег теперь будет жить свободно Как он хочет Почему вы не пишете Что ему теперь будет Наконец-то Та долгожданная свобода Которой у него не было Нет В этой ситуации Вы сейчас все перекрутили И говорите что я какая-то не такая. Я отдаю кота не просто так. Я отдаю кота, потому что ему там будет лучше, ему там будет свободнее, ему там будет комфортнее. Я же не просто отдаю кота, потому что он мне надоел. Я вижу, что ему здесь мало пространства, я вижу, что ему здесь мало места, я вижу, что ему хочется большего. Вот я и хочу ему дать большего. Я его не завожу в лес, я его не отдаю в приют, я его не даю чужим людям. Чужим людям я бы никогда в жизни его не отдала. Хотя у меня много раз просили уже забрать снега. Но я чужим людям снега ни в коем случае не доверю. Тут мама сама предложила мне, Маша, давай его сюда. Мы снега любим. Здесь ему будет хорошо. И опять же таки, я сейчас посмотрю, если до зимы будет такая же история продолжаться, то он поедет, потому что я не могу больше. Я просто не могу. А я не могу его выпускать в коридор, как он раньше гулял, потому что он требует дальше. Он начинает в коридоре орать. Он орет в квартире настолько сильно, что его слышат соседи. Как я уже говорила, его слышат даже первый этаж по ночам. Это же ненормально. Он хочет этой свободы. И он получит эту свободу. Скажите, наоборот, снег, блин, наконец-то ты дождался и ты будешь жить в доме. У тебя будет все и ты будешь счастлив. Нет. В этой всей ситуации вы сделали меня полнейшей скотиной. Ну хорошо, пусть я буду скотиной, но, ребят, я знаю, что снегу там будет намного лучше. Я его даю не в чужие руки, я его даю маме. И он мою маму знает. Он с моей мамой ездил в Карпаты. Он с моей мамой спал. Он с моей мамой гулял. Он с моей мамой тусил. И он бабушку тоже прекрасно знает, потому что он тоже уже был в Ирпене. Поэтому давайте немножко вы остынете, переосмыслите всю эту историю, переосмыслите всю эту ситуацию и подумайте, что реально снегу будет лучше там, а не здесь, в четырех стенах. Я пошла мыть посуду. Спасибо за внимание. Забыла совсем рассказать, когда снег был в Карпатах, когда мы уехали туда, в частный дом, я его первое время боялась отпускать, потому что я думала, что он убежит. Но что вы думаете? Он выходил каждый раз тоже на улицу. Он гулял по участку, он гулял по горам, он ходил по лесу и он возвращался домой. И ему там было комфортно. И на самом деле он даже ночевал где-то в каких-то сараях. Он правда не подружился с другими котами, но там кошка была такая своенравная. Но ему там было классно, понимаете? И он абсолютно нормально адаптировался. Он реально абсолютно нормально адаптировался. Поэтому я думаю, что в арпене он тоже абсолютно нормально адаптируется и примет всех участников этого процесса. Голубцы готовятся, вернее перец. Мы давайте посмотрим, что там у нас. Мышонок спит. Сегодня он спит. Наверное, у него крепатором. И кот спит. У него тоже депрессия. Да? Ты весь в депрессии? Ой, ты мой депрессионный. Ой, ты мой депрессионный, да. Ох, боська, боська. Не кусай. Не кусай. Нельзя. Нельзя. Молодец. Не поняла. А что ты так рано домой пришла? Да, заберите же я. Ого. А что ты так рано домой пришла? Ну, я сказала, еще не плоско больше, но еще без входа домой. Не, серьезно? Серьезно. А сколько еще до конца урока? Я ушла перед началом и последним. Ага. Короче, понятно. Книжки новые дали? Да. Первый раз в жизни я взяла с собой две английских книжки. Когда, знаешь, что, никто не взял. Почему? Потому что никто не сделал домашку. Ну, ты же умничка. Я одна взяла эти книжки, я так с ними тащилась, дыби видел. Мне страшно. Мне кажется, эти две книжки только килограмм весят. Зато новые дали. Включи свет, пожалуйста. Вот по таким вот книжкам. В этом году мы будем учиться. фокус. Это книга. А это бук, тетрадка. Что, сильно животик болит? Вообще сильно. Я просто... Я сижу в классе, а в классе много людей и душно. На улице жарко. И ко мне просто вот так, типа, одноклассницы поворачиваются, такие говорят, что вообще с тобой? Я такая, что со мной не так? Они такие, ты какая-то разноцветная. Я смотрю в камеру, а у меня губы зелёные. Вот тут вот я красная. Лоб у меня какой-то фиолетовый. Знаешь, типа, такие фиолетовые тапы. Я думаю, ладно. А кто тебя отпустил? Классный корейдник? Да. Записку надо писать? Нет. Слава богу. Угу, там такая проблема еще с этими записками. Если раньше можно было написать вручную, то сейчас, Кира, эту записку надо через единую школу писать. Не надо ничего писать. Короче, я только вышла на улицу, у меня аж полетно шло. А ты по какой стороне поднималась? Я поднималась по той, которая не блестит. Понятно. Значит, ты поднималась по краске. Нет. Та сторона, которая не блестит, как раз и покрашена. Нет. Я шла под... Надо было идти под стенкой. Ну, я так и шла. Именно не возле поручни, а под стенкой. Именно под стенкой. Смотри, какое новое колесо у мыши. Да, я увидела уже. Давайте таблетку дам. Давай. Держи. Опускай стульчики. Будешь кушать? Это тоже я покупаю? Да. Кстати, очень классная таблетка. Купишь еще раз. Вообще прекрасно. Реально помогает хорошо. И цена прекрасная. Кушать будешь? Буду. Салатик делать? Не знаю. Ну, подумай. Или просто с фаршированный перчик без салата? А, фаршированный перчик? Да. Тогда без салата. Опусти второй стульчик. Тогда без салата. Окей. Вот такой вот у нас будет обед. Всем, кто будет кушать вместе с нами. Всем что? Приятного аппетита и тёмочки-вавушки. И тёмочки-какаушки. Ой, я ударилась. Сейчас я немножко с вами опять посижу. Опять интересные вопросы нашла. И вот один из них меня безумно сильно зацепил. У меня что-то мешает в очках. Я вижу это, и оно мне мешает. Пусто очки грязные. У кого... Кто из нас очкарик? У кого так же очки пачкаются? У меня просто какая-то беда с ними. Вечно они пачкаются. О, теперь я вижу хорошо. А комментарии заключаются вот в чём. Вы очень хорошая мама. Мне когда было 3-4 года, у меня в жизни появился отчим. Мама начала редко проводить со мной время. А год назад вообще перестала интересоваться мной. Смотрю каждый день ваши влоги, как вы проводите время с Кирой. И всегда хочется задать маме вопрос. Разве это было так сложно? Мне аж плакать хочется, честное слово. Но меня больше удивил другой комментарий. Ваша мама не перестала быть женщиной. Это Маше, типа мужик не нужен. Так вот, я хотела бы ответить непосредственно на второй комментарий. Я своего ребёнка никогда в жизни не променяю ни на какого мужика. Любовь моего ребёнка, вернее... Ну да, любовь к моему ребёнку никогда не переплюнет любовь к мужчине. Своего ребёнка я буду любить всегда больше. И если вдруг в моей жизни появится мужчина, то, поверьте, с Кирой меньше времени я проводить не буду. И также очень часто бывает, когда женщина вся в этих своих любовных флюидах начинает забывать про существование своего чада любимого и родного. И зачастую ещё такие женщины начинают рожать второго, третьего ребёнка, не в зависимости от того, главное, чтобы удержать этого мужчину. Я вообще считаю, что мужчину удерживать не стоит. Если он хочет валить, то пусть валит на все четыре стороны. А дети — это самое важное. И менять какого-то мужика на своего ребёнка, простите, вам ребёнок потом спасибо никогда не скажет. Понимаете? Никогда. А что вы от этого получите? Мужика? А что он вам даст? Ничего хорошего. Так что мне очень обидно, что бывают и такие ситуации. И я свою рассказала, что я бы никогда в жизни не променяла. У меня есть много факторов, которые, как так говорится, мужик, мужик не появится в моей жизни. Если в моей жизни появится, то появится мужчина, который будет в первую очередь, в первую очередь любить меня, во вторую очередь любить моего ребёнка. И это не обговаривается. А в третью очередь он должен принять всю мою стаю. Если вот этих вот трёх не будет, то до свидос. Мне другие не нужны. Так, посмотрим, может быть, ещё что-то найду, а может быть и нет. Не знаю. По поводу кота мы сегодня уже много обсуждали вопросов, поэтому даже эту тему уже поднимать и не будем. А для чего? На какой диете? И так, анорексички. Тра-ля-ля-та-паля. Кира не на диете, о которой думаете вы. Кира просто на правильном питании, без шоколадок, без чипсов, без сухариков, без вот этого вот всего. Без газированной воды и прочих вот этих вот вещей. Диеты есть разные. Есть диеты для похудения, а у Киры диеты для того, чтобы восстановить свой внутренний мир. Вот и всё. Маша, ищи, везде плюсы. У тебя не мышонок, а хомячок теперь. Да, у меня теперь хомяк. И по колёсам бегает, и по тарелкам бегает. Короче, да. Я, кто кажется, у меня была полевая мышка, стал полевой хомяк. Есть ли у тебя, Маша, новогоднее настроение? Честно? Нет. Я на самом деле эту зиму очень сильно боюсь. Я не знаю, из-за войны, которая в нашей стране, я зиму не очень сильно хочу. И я на самом деле действительно очень сильно боюсь. Я не хочу опять этих выключений света. Я не хочу холодов. На самом деле мы все сейчас, как это говорится, в стрессовом состоянии о том, что придёт зима, и может быть не очень всё хорошо. Конечно, может быть всё хорошо, а может быть и не очень всё хорошо. Поэтому как-то не сильно хочется зимы, и новогоднего настроения вообще нет. Маша, в каком классе учится Кира, и сколько ей лет? Кира в девятом классе. Ей 14 лет, будет 15 в ноябре. По поводу... Последнее скажу, пока не нашла ничего новенького. По поводу комментариев, где Кира заказывала костюм и т.д. и т.п. Переходите в мой телеграм-канал. Телеграм-канал находится в описании канала. На главной странице канала. Переходите, и там, в принципе, вы найдёте всё. Потому что последние купленные вещи, ссылки и все прочие интересности вы можете найти в телеграм-канале. Поэтому переходите туда, и там вы всё найдёте. Если там что-то не найдёте, пишите в чат, и в чате вас перенаправят, куда нужно. Вот, всё. Я пошла опять 25, опять мыть посуду. Конечно, Кирюка сказала, что она её помоет. Наверное, всё-таки я помою. Я никак не могу дождаться, пока мышка вылезет. Я хочу посмотреть, как она бегает по этой тарелке. Хотя, наверное, в тарелке она уже была, потому что я видела там какашки её. И, значит, в тарелке была, пока я была занята чем-то другим. Но всё равно хочется. Кстати, так прикольно с этой стороны. Вот такой вот ремешок. А когда я вот так вот, вот такой вот ремешок. Знаете, как настроение моё. Сегодня грустно, завтра хорошее. Или наоборот. Или в секунду может оно измениться. Потому что я как спичка могу вспорхнуть и очень быстро потухнуть. Я такая. Я не могла не рассказать это. Короче, Кира сейчас учу пользоваться новой стиральной машиной. И говорю ей, а она такая говорит, если мне останется жить 5 минут, то она съест капсулу персил. Говорю, зачем она? Она такая прикольная. Я сюда хотела съесть. Так, теперь, значит, что мы делаем? Давай. Включай. А, она выключила вот здесь вот. Не, не выключила. Нажми, зажми. Есть. Теперь мы стираем вот сюда. На баллону. Да. А теперь надо уменьшить время. Видишь, очень долго. У нас маленькая стирка, поэтому нажимай на Time Manager. Да. И находи минимальную стирку. 40 градусов, если нужно увеличить, то вот сюда вот нажимаешь. Но мы сейчас не будем увеличивать температуру. Все, теперь не нажимай. Сюда должен быть такой? Да, старт. Старт нажми. Видклад старт? Да, старт. Нажимала. Появился там ключик? Появился ноль. И теперь опять стукала. Куда ты нажимала? Старт. О, боже мой. Нет, сюда не надо нажимать. Сюда. Вот старт. Ты тебе сказала, видклад старт? Старт. Откуда я знала, что это старт? Ключик появилась. Все. Боже. Зачем пишут старт на том, что не стартует? Свет, вырубай. Так, а я первый раз джинсы постирала в стирке деним. Я надеюсь, они когда высохнут, они не будут такие жесткие, как всегда. И надеюсь, будет, короче, все окей. А это какая-то бумажка с карманов. Какая милота, какое загляденье. Все дома спят. Все дома. И даже я. Короче, рассказываю, что мне надо. У меня есть вот эта тумбочка. И в ней вилки-ложки. И вот эта вот часть у меня постоянно ходит туда-сюда. И мне сюда надо какой-то коврик по типу вот такого вот, как у снега. Или я видела в магазине продаются такие коврики, которые вставляются в тумбочки. Потому что у меня, по-моему, в некоторых... А, нет, у меня раньше были. Да, раньше были. И было так удобно. А, нет, вот в нижней есть. Вот здесь вот есть. И здесь у меня, в принципе, ничего не ходит. Ходомо. Это у меня что? Какие-то гнитики. Короче, это тумбочка для всякой разной разности. Типа батареек, пакетиков, пылесосных штучек. И еще чего-то. И вот таких вот палочек. Ну, короче, вы поняли. Разная фигня. И мне надо вот таких вот штучек. Наверное, в аптечку не надо. В аптечке я вообще хочу в следующем месяце сделать очень серьезный разбор. Здесь купить контейнеры и разложить таблетки по назначению. И чтобы их было легче найти. Например, таблетки для живота, для головы, там, какие-то антибиотики и прочие дела. И чтобы все это разложить, потому что на данный момент оно все в таком вот гамузе. Плюс у меня еще одна аптечка есть. Таблетки, которые когда-то, может быть, пригодятся или не пригодятся. И у них закончится срок годности. Такое тоже есть. А в этой тумбочке, ну, здесь всякая то, что утварь. Огромная, большая, которая никуда больше не помещается. Вот. Поэтому мне надо пойти в эту утварь. Наверное, мне ничего не надо. А мне надо вот сюда, потому что здесь постоянно она уходит. Уходит, и мне надо вечно двигать. А я не сильно люблю двигаться. Я люблю, чтобы открыл и сразу же взял, что тебе надо. А бывает только открываешь, но она вот так вот, знаете, со временем, открытие-открытие, и уезжает куда-то. И очень неудобно. Пошла я. А куда я пошла? Максимально быстро через дорогу в Аврору. Короче, есть вот такая вот фигня. Но, мне кажется, по ней тоже скользить будет, поэтому мне не подходит. Я решила вот такую вот взять. Вот тут точно скользить ничего не будет. Она как раз такая прорезиненная и черная. Белого нету, есть только черная. Поэтому беру черную. У нас тут так воняет, как будто кто-то курицу смолит. Короче, 29 гривен счастья. И мне кажется, это идеально. Тут, кстати, тоже написано, что это все можно класть в тумбочке, чтобы не скользил внутри ассортимент этой тумбочки. Мне одна подойдет. Мне больше не нужно. Блин, ну такое сейчас разнообразие цветов получилось на лестнице. Мне кажется, вообще первый раз было идеально. А сейчас даже не знаю. Надо просто всю лестницу красить. Ну, посмотрите, тут офигеть. И что самое главное, вот это вот высохло моментально быстро. А это сегодня мы красили. Я уже не знаю, что лучше. Мне вообще кажется, что нужно, знаете, как красить? Здесь целую ступеньку. Вот целиком. И через одну. Но у нас здесь есть такие люди, которые не могут переступать через ступеньки. Смотрю, кто-то женское счастье тоже выставил. Не зашло оно. Как и у нас не зашло, так и у людей женское счастье не заходит. Тоже выставили, чтобы кто-то забрал. Не знаю, чьи выйдут на ланчуни. Ну, давайте будем пробовать. Сначала это достаем. Потом это достаем. А теперь просто-напросто кладем вот эту вот тряпочку. Она даже длинная. Ее даже укоротить надо. О, ну отлично. Вообще ездить ничего не будет. Даже не надо ее укорачивать. Я ее просто свернула. Потому что по-другому, да, она не станет. Так, и теперь... Раз. О! Вообще, смотрите, вообще не ходит. И теперь верхний этаж. Идеально. Теперь она никуда не уедет. Реально, шикарно. Теперь меня все устраивает. Просто все устраивает. Особенно за такие деньги. Меня устраивает втройне. Можно я на секундочку кое-что покажу? Все спрашивали, где Каролина делась. Вот она. Привет, передай. О, Боже. Привет всем. Да. Так что она на месте. Можете за ней не переживать. Она мелкая. Я вообще, короче, сидела на туалете и такая... Они обсуждают, как долго сидит на туалете. Понимаете, да? Я такая... Сижу на туалете и такая... Здравствуйте всем. Сегодня будет обзор вот этого вот средства. Я вот как сидела на туалете. Ну, сейчас я просто в телефоне. Сейчас уже помимо тридцати. Вы реально такого не делали? Серьезно. Я знаю. Нет, у меня были такие моменты, когда я сидела на туалете. И знаешь, у меня в туалете не клика, а обои. Перед по обоям в один. А еще нет, какой прикол был. Где-то, что у меня типа на одном плече хорошее, а на втором плохое. О, у меня такое было тоже. У меня такое было тоже. Короче, выдержать, знаете, все. Кира решила снять видео. Покажись. И вот это для этого видео специально переоделось. Я сейчас ухожу, будешь уже снимать. Мне не нравится это платье. Типа, оно мне по фигуре, но... Вот если вот так вот смотреть, вот это вот... Это просто ужасно. Ну, ты выровни спину. Но что, он тебе не нравится? Мне не нравится вот это вот. Хорошо, вот так. А как ты его раньше купила? Вообще-то... Ты была затуманена? Оно уже у меня два года. А вот так, подожди, а в куртке неплохо смотрится? А в куртке хорошо. Ну, классно. Без куртки вот мне не нравится. Вот это с рукавами, оно некрасиво. А в куртке классно. А в куртке хорошо, да. Правда, в куртке не видно мои талии. Все видно. Короче, а снимать она будет какой-то там тренд под игру. Если выйдет, то выйдет у нее где? В тикиток. В тикиток. Я тикиток сюда ставлю. Вот сюда. Если она мне его скажет. Потому что у меня ее тикиток до сих пор нет. А я уже все. Тера, Доби, Шанти, пошли гулять. Да, идем. Пошли, мои хорошие. Идем. А Снег, походу, понял, что я его хочу отдать. И сегодня целый день дома. Представляете? Кира, это ты ему сказала? Да. Я ему сказала. Да? Да, я его взяла на руки. Такая, мама Хадина хочет тебя отдать. И он у меня минут 15 на руках сидел, руки мне облизывал. Но сегодня ночью он почему-то просился. И я его выпускала. Я заклакать хотела. А вот то что? Кира, нашепчи ему, пожалуйста, на ушко, что у него есть туалет. Снег. У тебя туалет есть. Не забывай. Какая-то Золушка потеряла башмачок. Красивый башмачок. Наверное, Золушка прекрасная. А я думала, что я замерзну на улице. Оказалось так тепло. Я с собой даже кортку взяла. Но она, скорее всего, мне не понадобится. Ветер очень сильный. Реально очень сильный. А на улице не холодно. А дома холодно, когда ветер задувает. Байт бежит. Я чумею. Посмотрите, как быстро он бежит именно к Терри. Все. Все. Любовь. Морковь. Чумной байт прибежал. Влюбленный. Просто он настолько сильно влюбленный, что за ними нужно любовничками наблюдать конкретненько, чтобы они деточек не сделали. Байт нельзя. Ну, все, в общем, называется «Доброе утро, Маша». Кира собирается идти за оливками. А я собираюсь зайти в магазин, ей кое-что показать. А вот. А она идет за оливками. И, наверное, Кока-Колу мне купишь? Куплю. И купит мне еще Кока-Колу. И, как всегда, шкаф она не закрывает. У нее, наверное, просто какая-то магия по шкафу. Его не закрывать. Снег, ты уже хочешь на улицу? Сейчас пойдем. Кира, когда собирается, можно сойти с ума. Ее ждать – это... Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... А собаки еще не кормят. Почему? Тоже потому что. Потому что я привела их и увожу. Завтра у нас очень ответственный день в нашей собачьей компании. Завтра байту идут резать яйки. Представляете? Будет еще один полумальчик. Полудевочка. Потому что он, конечно, вообще такое вот варяет жестко. А почему нельзя такое делать? Типа... Люди, внушки, и нам. Сейчас тебя захейтят. За что? Ну, что мужчинам яйца отрезать? Кстати, было бы очень хорошо. И что? Я бы всем отрезала. Моя девочка. Кира говорит, надо было в черный. И не было бы у нас вот этого вот непонятного состояния с краской. Одна темнее, другая светлее. А потому что сразу надо было в черный. И перила в черный. Вика как увидела, она сказала... У нее просто щек. Это что-таки останется? У вас... У меня зеленый весь подъезд. Ты тоже лучше смотришь. То есть, я будто так, как в школе. Я захожу, у меня аж сердце екает. Да, она как в школе. Я к вам больше не приду. Я такая... Ты офигела? Она такая... Я возьму, гублю баллончик в обровле и перекрашу вам все в черный. Ну... А баллончиков в обровле нет. Должны быть. Нет, я ни разу не видела. Короче. А если вот реально мы придем с Викой и перекрасим, она сильно обидится? Да. Она у нас очень сильно обидится. И не под. Зато будет против. Не надо. Не надо. Почему я хочу? Потому что меня заставят перекрашивать. Короче. Мы идем в Аврору. Знаете зачем? Ну вот, я хочу Кире вот эту вот вещь показать. Смотри. Есть вот такие вот. Есть вот такие вот. Кира пошла дальше в форум. Наушники посмотрели. И оставили в магазине. Буду Кире прошки покупать. Они все-таки самые лучшие. Когда-нибудь обязательно я их куплю. Может быть, даже последние версии. Они там вообще просто огонь. Короче, пошла кормить собак. Снег, за тебя скотину так сильно переживают, что ты, бедный, умрешь. А он сегодня просто, знаете, как чувствует, наверное, что хочу его отдать. Целый день дома сидит. Ну, правда, еще не вечер. Не, ну как уже вечер? Слушай, Кире потерялась. Полдевятого. Но он вот то, как домой пришел в 7 утра, так до сих пор дома и сидит. Я, честно говоря, немножко в шоке. Короче, я собралась тут сделать салатик. У меня два еле живых помидора. И есть еще огурец. Но если помидоры будут совсем не живые, то, значит, будут без помидоров. И есть еще немножко салатика. Но Кира пошла за оливками и пропала. Знаете, как это есть такая фраза? Пошла по грибам или пошла за грибами. Вот я забыла, что в чем разница. По-моему, по грибам это за грибами, а за грибами это пропадают. Вот у меня Кира куда-то тоже ушла и ее нет. Короче, она сегодня съела все. Съела оливки, съела помидоры, съела сыр, съела все. А теперь она ушла. А я съем конфетку. А, снег сегодня целый день кушает. Он сегодня реально целый день. Ест, спит. Ест и спит. Наверное, набирается сил, чтобы ночью меня опять разбудить. Ты принесла хоть то, зачем ты шла? Я думала, ты забыла. Правильно, Тера, наругай ее. А ты вообще страх потеряла. Что такое? Ничего. У тебя опять что-то болит? У меня все болит. У тебя все болит. Пошли. Идем. Я сейчас сделала. Спасибо большое. Пожалуйста. Что буду делать? Тебе делать салатик? На самом деле я есть вообще не хочу. Меня тошнит. Что я хотя бы тогда попей. Попей. Так тебе подогревать или нет? Совсем, совсем немножко. А салат делать? Ну, если ты будешь, то можешь же делать. Какая она странная. Иди. Давай. Пока. И наш ужин. Собаки все свободны. Коты ушли гулять. Всем, ребята, знаете, что мы скажем? Спокойной ночи. Пока-пока. Да, все. Всем пока.